моя рассада на подоконнике без подсветки немножко вытянулась скоро она переедет на улицу у нас будут теплые ночи и и уже понесу на свет буду приучать баклажаны посадила 16 февраля а дальше позже уже высаживаю все остальное у нас 12 час и 12 градусов тепла сегодня по прохладнее солнышко нету ветерок но все равно хорошая погода для того чтобы пойти и поработать я сегодня буду продолжать очищать участок там где я начала только теперь слева буду это делать в общем у нас тут много задач я уже мужа попросила чтобы не воду подключил потому что впереди вроде бы у нас уже таких холодных ночей не будет там если один градус то не замерзнет вода поэтому вооружилась снова своими инструментами каждый раз мою после того как работаю перчатки стираю тогда приятно брать инструмент чистый и работать это вчера сделала красотищу сегодня буду тут работать смотрите нарциссы вот-вот зацветут не те же какие стрелки выпустили меня тут разные еще подсаживала прошлом году эти дольше сидят поэтому уже свести будут а эти я пересаживала они не знаю будут свести в этом году или нет в общем меня вот такой вот участочек сегодня сделаю от газона до опять же ели и коника но если будет у меня еще время и силы то зайду сюда но это тоже тут очень большой участок поэтому пока буду работать здесь там еще за качели у меня тоже сырники ну в общем меньше слов больше дела возможно начать работу не посмотрев на красоту вот это я вам показывала еще не распустились они сейчас распустились боже какая прелесть я их буду размножать я их уже отсадила там в одно место дополнительно просто еще обрываем я му долгодичные ну я бы еще подержала не, не забейте еще подерживать ну а как, смотри вот хотя ножу и сутку это просто то что не перед него вот два года в принципе можно это там твердостью пособирается еще в общем уже можно будет ту кучу разбирать у нас тут есть живая дичка здорово я опять отвлекаюсь работаю и бегаю вот видите как уже отсюда смотрится туйки внизу чистенькие принципе на самих туях еще не видно прирост и потому что рановато то я позже посмотрю когда с этой стороны буду работать я посмотрю что там у меня внутри хотя давайте сейчас гляну вот этот вот это то я меня была проблемная вот видите разошелся ствол кора разошлась и я ее лечила в прошлом году я ее несколько раз подчищала и смазывала варом вот такой ствол вот здесь видно опять надо чистить вот эту часть это я сделаю позже в целом более-менее выглядит нормально то у меня здесь отсушивались ветки сейчас я не вижу этого это ветки у меня такие вот после стрижки здесь а так вроде бы все зелененькая это тоже после стрижки это мне надо будет их потом почистить не сегодня вот тут вот вот ветка есть видите такая но тут ствол был нормальный чем их ждет еще обработка обрабатываем их спасателем хвой и газона тут могла поломаться ветка вот когда стрижешь и а да она поломана то есть это не болезнь вот видите излом вот он поломалась она поэтому это не болезнь все не переживаю просто ее удалю и все так что пока вроде бы порядок меня стойками запах такой стоит от них ворону на шкодничают эти на крышах сидят орехи находят потом все это раздалбывают чтобы ядрышко достать бывает кидают чтобы разбился орех этот полосочку уже сделал вычистила земля хорошая мягкая такая рыхлая увлажненная моя дальше работать раз уж стою здесь возле той какой уход за ними я уже сказала опрыскивание спасателям хвои газона стволы просматриваем если есть вот такие вот расхождения коры смазываем варом садовым но предварительно надо почистить поражение и стрижка все стрижка два раза получается за сезон вот весной после приростов эта сторона мне не очень красиво потому что здесь только болела вот а тут вот более так поинтереснее это все объем видно так вот стрижка весной и осенью перед зимой тоже два раза немного продвинулась там где почистила сейчас покажу что у меня тут растет у меня тут также гортензии метельчатые также у меня здесь елочки коника здесь с этой стороны у меня видела спире те же самые magic carpet и пихта silver lock вот она у меня такая очень долго она у меня сидела вообще без роста видите есть тоже вот такой вот немножко хвои под надо будет попробовать и потом попозже почистить они тоже новые приросты прошли и они уже довольно такие живенькие кучеряшки характерные для этого сорта и тыльная сторона вот такая серебристая в общем немножко капризная но я смотрю что начала приживаться смотрите какие красивые подснежники обалдеть у спиреи вот такие же листья и тут нарциссы у меня скоро будут свести там нарциссы но я двигаюсь дальше было сказать когда есть такие расстояния между качелей например и туями да то я их ничем не заполняю потому что мне нужно обслуживать вот эти туи и когда их стригу то мне нужно это свободное расстояние и вообще когда мы высаживаем растения надо думать о том как вы будете их обслуживать тот же сорняк как подойти чтобы было удобно и ничего не мешало поэтому об этом тоже всегда думаем вот здесь я уже хочу показать вам сосенку называется огонь смотрите какая она как она из зимы вышла тоже начала расти уже хорошо была очень маленькая огонь желтые кончики вот из зимы она вот так выходит я пока не могу понять когда она самая желтая получается наверное летом будет посмотреть не видео где она летом у меня снята связи мы она вот такая не желтая и еще хочу показать тоже там вычистила тут участок с этой страны кипарисовик тегибир тоже очень интересный я вам вчера показывала тою мало не она голубь и вот они как-то немножко похожи для сравнения подойду и покажу это кипарисовик ведь немножко желтоватые хвоинки после зимы и тоже такие кучеряшки и тут же он в разные стороны растет беспорядочно думаю что в будущем буду немножко его корректировать сейчас наверное подойду покажу вам вчерашнюю тую вот про которую я рассказала видите они очень похожи хотя это туя а тот порезен сейчас я вижу что это зеленее чем кипарисовик но очень похожи интересные сорта и тот и тот сорт интересно дошла уже до дорожки все здесь вычистила смотрите что у меня тут растет интересное так это растение которого и название очень интересное с циадопедис обалденный такие листочки хвоя как листочки зимой он приобретает такой бронзовый цвет у меня уже неоднократно спрашивали и вот он немножко еще остался здесь на кончиках вот видите а когда мороз то он становится вообще сильно бронзовый сейчас будет зеленеть уже видно что хвоинки начинают зеленеть очень красивое растение во взрослом виде должно быть у меня растет очень медленно пока еще видимо приживается прошлом году пошел в рост очень я его хотела когда-то и приобрела очень интересно ну и что у меня тут еще растет различные почек покровные и высаживала и елочка фробург так она у нас уже загнулась ствол очень такой жесткий жестким не мягкий вот это вот все должен держать но мы скорее всего ее немножко перенаправим вверх пока еще вот дорожка и она не особо мешает тут либо стрижку надо делать либо подвязывать и такую подвязку делать надо очень жесткую то есть металлический какой-то столб я думаю юбочку ей укорачивала прошлом году мне не надо чтобы здесь была такая длинная юбочка которая будет здесь все закрывать потому что у меня тут рядом растения растут вот сейчас она выглядит так тоже когда ее посадила на было села в первый год я уже думаю все не приживется но нет смотрите отошла очень даже симпатично смотрится конечно уход уход какой опять же опрыскивание от вредителей и я ее немножко стригу в том году первый раз стригу ну в общем здесь все показала осталось мне еще вот эту часть вычистить тут уже думаю быстрее пойдет потому что здесь сорняка намного меньше чем-то закончила и этот участок как я и думала что я устану и туда же у меня сил не будет идти работать смотрите у меня здесь тоже почему покровные тут пришлось мне руками выбирать сорняки и здесь очень-очень мало совсем вы точечно здравствуйте 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 вы кто белка откуда-то звать все иди да так другая в общем тут я пальчиками все повыбирала но было очень мало здесь почти покровные очень интересно вот этот все дом живучий такой хорошо распространяется и живут он в цветение идет тут я уже вам рассказывала про этот все дом отогнутый очень интересный крестатум называется тут у меня молодила белка тут у меня вообще все подписано уже наверное надо убирать потому что вот это все у меня уже выцело вряд ли я уже найду название только если видео я найду вот таким плотненьким ковром здесь все растет мне очень нравится потому что раньше здесь были сорняки ну куда лучше да так вот все выглядит или сорняки без конца полоть вместо сорняков мы можем посадить такие красивые растения там у меня тоже с краешку есть тоже пачок покровные я предпочитаю вот если купила у одного продавца какие-то растения предпочитаю их высаживать вот так грубками вот это у меня все было куплено у одного продавца и я тогда мне легче найти информацию про эти растения потому что я могу найти заказ и посмотреть что я заказываю и когда ну и по годам так интереснее как бы ориентироваться вигелы в таком состоянии они поздно дают листву вообще это большие кусты все равно я их сдерживаю видите стригу такой ступенька меня там дальше самая высокая вигела тут три примерно одинакового роста и вот это вот она карликовая считается вот карликовая мне нравится больше всего потому что она и зацветает раньше она небольшая немного места занимает а те конечно им бы дать волю чтобы они хорошо выросли выросли процвели а я их все время стригу поэтому меня спрашивали у них же цветение как же вы их стрижать но вот так получается что я их стригу и не даю им отцвести полностью то есть только цветение на тех почках которые остались вот ну и мне все время хочется их отсюда убрать пока наверное не будет возможности такой вот это еще такой дополнительный труд у меня к сожалению время ограничено вот что еще хотела сказать а еще хотела сказать про хвойные растения когда я говорю что у меня там какие-то хвойные не выжили либо они болели у нас была большая проблема белка толстая у нас была большая проблема были личинки хруща вот и я уже неоднократно рассказывала у нас в этих местах вот здесь у нас были плодовые деревья и там были плодовые деревья у нас весь этот участок был еще в плодовых деревьях по краю так шли плодовые деревья в общем мы это все убирали в плодовых деревьях в корнях как раз личинки хруща очень хорошо развиваются и когда мы их выкорчевали а я посадила маленькие хвойные растения то они активно начали есть их корни у меня часть растений просто пропала я еще тогда не знала об этой проблеме к сожалению у меня много экземпляров ну в общем погибла вот ну как бы теперь я уже смотрю что мне бы и некуда было их высаживать наверное если бы они все остались в общем как есть что здесь у меня еще у меня здесь туйка все время тоже путаю название покупала две туи они практически одинаковые в горшке и в горшках они не очень хорошо себя почувствовали я пересадилась сюда тут у меня что-то было уже я не помню что-то пропало ну вот такой шарик должен быть интересное хвоя я люблю когда такие крупные хвоинки на туях как на туевике туевику мне очень нравится мои нарциссы теперь видно хорошо это моя любимица елочка вальдбру голубая не болеет все время не рассказываю шикарная подушковидная ель очень она мне нравится так что кто там сомневается или хочет приобрести приобретайте пока еще ничего с ней не делала хотя вот видите все уже в земле там нижние ветки все в земле это тоже будет стрижка ну и туя Тедди вот такая она у меня сейчас я ее выстригала несколько раз для того чтобы она держала форму в итоге у меня уже получились вот такие вот мощные ветки я оставила только мощные ветки и на концах у меня вот такая хвоя ступеньками подстрижена ну это все распушится в этом году вот сейчас после зимы такое все неряшливое потом я это все еще подправлю и думаю что она еще покрасуется здесь ну вообще мне конечно не это туя не титаник мне очень нравится из-за того что у них внутри вот этот постоянный какой-то собирается сухой хвоепат вот что еще вот когда так знаете тяпочкой работаешь находишь то что делал в прошлом году сезон большой делаешь очень много потом забываешь тут нарциссы тут я седом посадила мне очень понравился он такой темного цвета должен быть вот видите уже такие вот приросты вот этот седом желтенький тут я тоже вкапывала то что мне нравится я замечаю то что декоративно круглый год я стараюсь такие растения рассаживать а остальные за ними наблюдаю что оставлять что не оставлять ну как правило оно само отходит если есть то что не для моего участка оно само по себе отпадает ну все чистенький этот участок у меня тут конечно песок вот этот сейчас я со шланга его полью мне муж шланг подключил это вообще теперь супер ну вот такой участок классное сочетание черная земля газончик газончик у меня с красивой каемкой теперь и растением все видно вокруг качели у меня уже красота остается сюда одеть крышу и седушку таки забыла сказать что когда хвойные у вас страдают от личинок хруща то ни в коем случае карбамид не используйте потому что это губительно для хвойных растений я все время показываю как я борюсь с личинками хруща на газоне это можно делать где-то вот в плодовые части огорода но но не на хвойных ни в коем случае если вы хотите избавиться от личинок хруща на хвойных растениях но если у вас маленькие саженцы и вы знаете что у вас могут быть эти личинки то октара и антихрущ это будет безвредно для хвойных растений но ни в коем случае ни карбамид карбамид не для всего подходит вот видите вот газон я им присыпала и проливала даже вот уже весной то с ним ничего не происходит он выдерживает это все а хвойные нет поэтому аккуратнее будьте наконец-то у меня есть вода в шланге сейчас я хочу это все пролить потому что песок сверху и дождь не может так его углубить надо только струей хорошей проливать поэтому я сейчас это сделаю наконец-то вот смотрите как получилось песок выбился а то он слежался все пролила весь газон кто помнит я песком засыпала семена реставрировала его дождь и лейка не справляется поэтому вот сейчас хорошо из шланга струей надо кстати насадку еще почистить но мне сейчас как раз струя это нужно почищу насадку будет такой душик на сегодня все сейчас еще постараюсь сверху вам показать результат моей работы чтобы было видно как меняется сад когда начинаешь за ним ухаживать ну все до зустричи сегодняшняя моя работа сверху видите как красиво на газонах меньше белых пятен потому что песок размыла я только в кругу еще надо будет постараться там толстый слой ну вот так моя каждодневная работа фиксируется сверху всем пока пока